Но если человек, пусть и с небольшой верой, произносит святые имена Господа, читания Нитянанды, он очень быстро освобождается от всех оскорблений. Поэтому, как только такой человек начинает повторять Махамантру, Харе Кришна, он чувствует блаженство любви к Богу. Мы это читали недавно? Мы читали недавно этот текст? Вы снова выбрали его? Это тема, по-моему, в комментариях. В количестве комментариев, по-моему, как он переводит. Эту тему мы недавно обсуждали. Хорошо, мы почитаем кое-что из комментариев, что пропадает. Шилы Багистанцер Салатит Акур замечает в этой связи, что если человек принимает покровительство Господа через читание Махабрагу и Нитянанды, и следует их наставлению быть терпеливее дерева и смирения травинки, и в таком монастыре не повторяет святое имя Господа, то он очень скоро получит доступ к трансцендентному любовному служению Господу, из его глаз поливаются слезы. При повторении Махамантра Харе Кришны необходимо избегать скреплений. Однако к повторению имен Гаурани Тянанды это правило не относится. И так, если человек повторяет Махамантру Харе Кришна, но его жизнь все еще полна грехов, и ему будет очень непросто достичь уровня любовного служения Господу. Однако, если, несмотря на все свои оскорбления, такой человек повторяет святые имена Гаурани Тянанды, он очень быстро освободится от последствий своих оскорблений. Поэтому, прежде чем начать поклоняться Раде и Кришне, следует обратиться к Господу Читане и Нитянанде. То есть поклоняться Гуру Гауранге. Всем последователям нашего движения в сознании Кришны мы советуем сначала поклоняться Гуру Гауранге, а уж потом, когда они несколько продвинутся в духовной жизни, мы устанавливаем для них божество Раде и Кришне, и они начинают поклоняться Господу. Чтобы достичь Раде и Кришне, необходимо сначала найти приближающего Гауру Нитянанды. Шива Наратамда Астакур поет в одной из своих песен. Гауранга Баритэгаби, Пулакаша Алира, Харихари Барите, Найны Баби, Нирра. Поначалу преданному следует усердно повторять. И сейчас текст у меня. Что я сделал такое? Где он? Благодаря этому его сердце очистится от скверно-материальных желаний. Тогда преданный может отправиться во Вриндаван-адхаму, чтобы поклоняться там Господу Кришне. Не получив, милости Господа, читаний Нитянанды, нет смысла идти во Вриндаван. Поскольку тот, чей ум не чист, не сможет увидеть Вриндаван, даже если попадет туда. Для него, чтобы оказаться в настоящем Вриндаване, нужно принять покровительство шестерых Госвами, читая Бхакти, Разамрита Синтву, Дагда Мадова и Лолита Мадова, а также другие книги, которые они оставили после себя. Только так можно понять трансцендентные любовные отношения Радхи Кришны. Любовные отношения Радхи Кришны отличаются от мирской любви. Они не имеют никакого отношения к этому миру. Для того, чтобы постичь Радху и Кришну, поклоняться им и с любовью служить им, надо принять руководство членочитанию Махапрабу, Нитянанды Прабу и Шестерых Госвами, непосредственных учеников Господа Читания. Для обычных людей поклонение членочитанию Нитянанды Прабу или Панчататве доступны, чем поклонение Рады и Кришне. Человека не следует побуждать поклоняться Радхе и Кришне, если только он не принадлежит к числу особо удачливых людей. Ученик-неофит, который еще не очень хорошо образован и не обладает достаточными познаниями, не должен поклоняться Ширадхе и Кришне, то есть повторять мантру Харе Кришна. Даже если он будет это делать, он не сможет добиться желаемого результата. Поэтому, отбросив гордыню, следует повторять имена Нитая Гавры и поклоняться им. Каждый в материальном мире в той или иной степени привержен греху, а потому вначале необходимо поклоняться Гуру Гавранге и молить их о милости, поскольку это позволит человеку, несмотря на все его изъяны, очень быстро подготовить себя к поклонению Виграхи Радхе и Кришне. Тут надо отметить, что святые имена Господа Кришны и Гавра Сундары одинаково тождественны верховной личности Бога. Поэтому неправильно считать одно из этих имен более могущественным, чем другое. Однако, принимая во внимание положение людей этого века, можно сказать, что повторять имена Шричитане Махапрабху важнее, чем Махамантру Харе Кришна, поскольку Шричитане Махапрабху самое великодушное воплощение Господа и Его милость легко доступна. Поэтому вначале необходимо найти прибежащего Шричитане Махапрабху. Повторяя, Шри Кришна Читане Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадатхара Шри Вассади Гавра Бхакта Вринда Тот, кто служит Гаври Нитянанде, освобождается от оков материального существования и обретает способность поклоняться Божеству Радхе и Кришне. Но если человек, пусть и с небольшой верой произносит святые имена Господа Читане и Нитянанды, он очень быстро освобождается от всех оскорблений. Поэтому, как только такой человек начинает повторять Махамантру Харе Кришна, он чувствует блаженство и любви к Богу. То есть здесь описывается одна очень важная, основополагающая вещь, благодаря которой наша духовная жизнь может быть успешной. У нас могут быть все различные виды духовных знаний, способностей, религиозных практик, может быть даже очень удачного рождения. Но если не будет милости Господа Читане и Нитянанды, у нас не будет успеха, согласно этому стиху. Почему так? Почему такое условие ставится? Ну, потому что Кали-Юга – это одно из главных обстоятельств. В Якали мы имеем дело с человеком сложным, с человеком проблемным. Человек в Якали – это носитель проблем, это символ проблем, это сомнение, это заблуждение, это ложное утверждение, это борьба по поводу и даже иногда без повода, не имеющих каких-то серьезных глубоких оснований, это сильные, неконтролируемые желания, это то, что мы назовем деградацией, это происходит прямо на глазах у нас, мы родились с этим, мы наблюдаем это всю жизнь, мы считаем это законом жизни. Это влияние в Якали. Это состояние описывается в Шимадбхагаватам, в первой песне. Там характеризуется человек в Якали, где мудрецидные мишарани обращаются к сути Госвами. Что же поможет людям в Якали? Как же они освободятся? Поведаем нам эссенцию, суть всех писаний, благодаря которой вы могли люди легко освободиться. Что в Якали, у них нет достаточно времени даже на изучение писаний. Срок жизни их короткий. И в этот короткий срок жизни их жизнь полна беспокойств, они очень ленивы в духовной жизни, пассивны. Но нет возможности для каких-то других процессов. Недостаточно решимости. Человек запутан на самом деле. Кали. Даже веря в Бога, человек может сомневаться во всех писаниях. Не признавать священные книги. Не видит связи между собой и священными книгами. между Богом и всем живым вокруг. Такой связи он не видит. Он лишен. Он оторван. Он неудачлив. Он ленив к этому самопознанию. Он мало живет. У него слабый опыт. Обеспокоенные чувства. Дурной характер, говорится. Это характеристика каль-юги. И при таких обстоятельствах, что Пруппада говорит в этом комментарии, повторять Харе Кришна мантру не принесет никакого результата. Ничего не принесет. Не будет результата. Здесь вы можете видеть, что в Индии люди знают Харе Кришна, Харе Рама. Они могут повторять эти слова, как только видят преданных. А, Харе Кришна, Харе Рама. В этом аэропорту, таможне, где угодно. Более того, и в России, по всему миру люди тоже знают эти слова Харе Кришна, Харе Рама. В виде преданных они вспоминают это Харе Кришна маха мантры. Почему же они не присоединяются в движении? Таможники эти. То есть русские люди, которые слышали или видели Харе Рама. Потому что они еще не получили имя из Господа, читания Маха Пробова. Это все. Они же слышали святое имя уже. Почему не присоединились? Они не слышали. Они не могут услышать. Это очень сокровенные имена. Господь читания дал святое имя Харе Кришна маха мантру как средство обычным людям. И для возвышенных преданных он дал это же имя как цель. Это скрытая аватара называется. Господь читания Маха Пробова. Чан аватара. Вы не распознаете в нем верховного Бога сразу. Это можно сделать только с огромным духовным опытом. поэтому Господу читания поклоняются как преданному пытаясь понять его настроение преданности Кришне. Но на самом деле это сам Кришна. Это открывает Харе Кришну маха мантру. В конечном итоге мы поклоняемся Господу читания лишь только для того, чтобы продвигаться духовной жизни в преданном служении, поскольку он дает пример преданного служения. Но достигнув совершенства преданного служения мы вдруг увидим в Господе читания Радскую Кришну. Это и средство. Это и цель. Чхана аватара. Харе Кришна маха мантру не отлична от Господа читания на самом деле. Не думайте, что Господь читания потом будет не нужен, когда мы достигнем любви к Богу. Любовь к Богу-то есть читания Маха Пробова. Это концепция Майавады. Когда мы принимаем Господа читанию лишь как средство, а Кришну как цель и разделяем, и это называется оскорбление. И поэтому очень трудно достичь совершенства в испевании святых имен. Роман Андарай, когда общался с Господом читания, Господь читания задавал ему вопросы. Как преданный спрашивает о духовной жизни? Преданный это тот, кто пари прошнен и севая, он служит, спрашивает, выражает почтение, потому что хочет познать истину. Господь читания в образе преданного задавал вопрос о Роман Андараю о совершенстве жизни. И беседа продолжалась и продолжалась, потому что тема возвышалась все более и более. И Господь читания всегда говорил, Роман Андарай, ты знаешь что-то больше? нет, нет, говори еще. Это все хорошо, что ты сказал, но я жду тебя еще больше. Это продолжалась беседа, пока они заговорили о самых сокровенных оттенках любви к Богу, о самых глубоких. Тайна-тайна раскрывалась таким образом для самого Романа Андарая. Это была удивительная беседа, потому что Господь читания практически ничего не говорил. И Роман Андарай, он извлекал эти звуки под настроением, под влиянием преданности Господа читания Махапрабу. И сам удивлялся, о чем он вообще говорит. Он говорил, что раньше никто никогда мне вообще такой вопрос не задавал. То есть я никогда не говорил на эти темы. И фактически этого невозможно услышать ниоткуда, то, что ты сейчас спрашиваешь. И я не способен договорить на такие темы. Но я чувствую от тебя какое-то особое вдохновение и настроение передается. И я подобен какому-то инструменту струнному, где ты дергаешь за эти струны, а из меня исходят эти звуки. И когда Рабханандарай стал описывать самую возвышенную любовь Рады и Кришны, когда они добрались до пракия расы, Рабханандарай внезапно увел Господи считание две формы. Это было для него неожиданностью, трансцендентным шоком. Он увидел две куклы, он сказал, две формы. Одна темная, а рядом стояло излучающее золотое сияние. Тогда Рабханандарай понял, кто перед ним. Это скрытая аватара. Это сияние золота, это сияние тела Радхарани скрывает его внешность. Под этим сиянием Кришна наслаждается этой любовью Радхарани. И Рабханандарай, когда это увидел, он просто лишился чувства, потерял сознание. И когда он пришел в себя, Господь Читания снова задал вопрос. Разные. Но на все вопросы Рабханандарай отвечал одинаково. Гарей Кришна, Гарей Кришна, Гарей Кришна, Гарей. Вот теперь ты все понял. Здесь в комментариях в принципе говорится о том же самом, что помилосы Господа Читания Нитянанды, Нитянанды Гаура здесь пропадает. Можем, обрести Кришну. Кришна на самом деле полностью проявлен в Читании Махаврагов. В этом настроении. На стиле супружеской любви. Поэтому Кришну очень трудно понять. Здесь в материальном мире Его знают как Творца источника всего живого и неживого. И в Гите Он об этом говорит, что Он управляет всем и живым и неживым, что Он является источником всех энергий. Махам, сарвас, прабао, матас, сарвам, праба, татэй. Говорит об этом. Но все же на этом беседе не заканчивается. Арджуна в конечном итоге в виде вселенской формы из всего этого выбирает совсем другое. Он выбирает Кришну как самого близкого друга. Вселенская форма не привлекла его. Она его испугала. Итак, эта сокровенная форма Кришны постигается в расах взаимоотношений. Господь Читания принес эту расу чтобы познать Кришну непосредственно в близких духовных отношениях. Как это видят великий предан во Вриндаване. Его друзья деревья Вриндавана, корова Вриндавана, емуна, лес Вриндавана, возможные ванны. Есть много живых существ там живущих, птиц также. из лотоса на иммуни. Есть также родители у Кришны в той вители, которые управляют всем этим Вриндаваном, хозяйничают там. Но еще за этим есть супрурские отношения, тайные отношения. Это Кришна. И здесь Прабхата говорит, если будете сразу поклоняться этому Кришне, вы не достигнете успеха. Почему? Потому что мы не свободны от материальных представлений. Мы сравним, мы перепутаем Вриндаван, емуну с обычным лесом в Сибири, на Дальнем Востоке, или с джунглями, в Гималайях, не важно. Мы видим такой опыт. Мы подумаем, у нас тоже есть родители, у нас тоже есть друзья, мы тоже видим реки и лотосы. Примитив. Это просто примитив. Если спроецировать наш материальный опыт на Кришну, это просто пашанье говорится, негодяй. Кришну это просто негодяй. И поэтому даже внимательно повторяй Харикришна Махамантру не приходит успех. Особенно этой человеческой привязанности к противоположному полу ничего не получится. Пока есть хоть малейшее сексуальное желание, привлечение, Кришна не достигается. Невозможно. Малейшее говорится даже тень этого. Даже не желание, тень этого желания. Да, Господь Читания жил в Пуре. Ему готовили обед браманы, ващнавы. Там была одна пожилая женщина в Пуре жила, у которой был особый рис, поскольку у нее была особая бахтия Господу Читания. Господь Читания еще любил ее рис. И что принесли этот рис для приготовления, поставили чхот в Холидасе. Будучи санятем, молодым санятем, пошел в дом этой премьеры за рисом для Господа Читания. Как обычно. И Пурпада говорит, в том доме была еще одна женщина, не пожилая, молодая, красивая. Четов Холидасе, стоя у порога этого дома, увидел ее в ожидании риса. И почувствовал к ней привлечение. Он смутился, как с Айси, но проконтрировал чувство, в конце концов взял рис, развернулся и ушел. И передал его для приготовления. Господь Читания ел этот пресад. Я говорил, это прекрасный рис. Откуда он? Ну как откуда, да, с того же места, та преданная посылает тебе этот рис. Замечательный рис главный с кучей. А кто принес его? Чего твоих даст? Угу, хорошо? Он принял просан, омыл руки, стопы, рот, ушел отдыхать, и позвал к себе секретаря. Передает Чихотиеву и ребят что он больше меня убедить не может. Не может быть больше между нами отношением. Несчастный секретарь чуть-чуть не решился. Приятный понимал, что это означает. как, почему, что случилось? Как я могу передать такое ему вообще? Все нужно, что убить человека, я же не способен на такое. Но Госпож Читание был непреклонен. Все преданные просили за счет Варидаса. Никто не хотел его гибели. В конце концов все подумали, ну это же просто какая-то случайность. Ну в конце концов, но он же контролировал чувства. Ну в уме какое-то желание у него возникло, но он же справился с ним. Но Господь Читание сказал, что если вы еще раз обратитесь ко мне своей просьбой, я покину бурю, никогда сюда не вернусь. А все испугались по-настоящему. Это так, серьезно. Чего-то мы не знаем, как тебя мучить. Махабара Бога отверг тебя. Это правда. Мы сделали все, что смогли. но он больше слышать не хочет. Он готов вообще покинуть навсегда даже бури, чтобы не видеть тебя. Чего-то, говорит, не пережил это разлуки. Ну топился в океане. Преды узнали об этом быстро. Махабар Бога Чего-то, говорит, да, покончил с собой. Он не вынес с собой разлуки. Господь считает последствия это нормально. Для соняясь лучше покончить самоубийство. Вообще смотреть на женщину. И там говорится, что после этого случая предны даже во сне перестали смотреть на женщину. В куранах описывается, что это характеристика предных вишну. Их отличительное свойство заключается в том, что они не привязаны к женщине. это означает ващ нам. Этим словом означается ващ нам. Но тот, кто имеет эту привязанность, он не может достичь Кришны. привязанность, что векалии нет брамачариев. В принципе нет таких мужчин, которые бы не смотрели на женщину, не привлекались себя. Ну как же быть? Ну вот поэтому мы просим вас подочитать. Есть один киртан наше правопады. Один из старых киртанов в Америке, где он поет панчататтва мантру очень долго. Не трижды. Он поет очень долго. Это целый киртан был. Я сейчас говорю скорее о своей реализации, я не знаю. Но именно в этом киртане я почувствовал источник, источник любви к Богу. Вот именно в панчататтве махамантре. Он долго поет панчататтва махамантру преданные в таком блаженстве танцуют и поет. А потом поет Харе Кришне махамантру. То есть все про панчататтвы. Вот в чем секрет. Как тут написано. Это его комментарии. Это то, что нам дает эту возможность приблиться к Кришне мы можем помилиться в Господочитании. Почему? Разницы между ними нет. Только одна разница. В чем разница между Господом и читанием и Кришной? Он не принимает оскорблений. Это Кришна в облике маха, ваданя и аватары. Милостивый аватар, который не принимает никаких оскорблений. Вот в этом наш шанс. Согласно этому стику, который выбрали. Даже если мы совершаем все действия оскорблений, но обращаемся в Господочитание, Муха Прабу, у нас есть возможность пробежать. Хорошо? Какие вопросы? Сегодня же не лекция у нас, а больше вопросов. какой баланс должен быть в слушании и чтении о играх Радхи и Кришны? Какое место слушание и чтение об этих играх должно занимать в жизни преданных? Я даже слышал какое-то процентное соотношение математическая формула. Сейчас точно не помню, но мне показалось на память полагаться примерно процентов 25 из 100 можно выделить на слушании об играх Радхи и Кришны и 75 процентов философии. Философии. 75 процентов философии. Сейчас я точную цифру не назову, примерно так. как правильно повторять имена Гауранитай? Громко повторяйте и все? Нет никаких правил? Только Джайши и Кришна читание или есть еще какой-то способ? Я слышал мантру от преданных гадай гора гадай гора 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 гадай не надо это все фанчататва достаточно мантры. Не отвлекайтесь есть уже все мантры уже все известны не отвлекайтесь куда-то еще сверим бумага то же самое почерк тот же самый запах тот же самый если предан и нестабилен следование одного из четырех регулирующих принципов но стабилен воспевание 16 кругов может ли он получать посвящение чтобы получить силу следовать всем принципам Пруппадо делал это он даже пишет в этом контексте что соблюдение принципов облегчится после получения посвящения так он говорит и тогда он шел на такой компромисс собственно говоря любая инициация это компромисс сейчас потому что ошибок много предан совершает в течение своей практики все равно будут совершать ошибки поэтому индивидуально иногда рассматривается это у нас есть свои законы выработанные в исконе временем выработанные обстоятельствами мы опираемся на них правила формальности и что самое важное это как человек строит отношения в обществе преданных это самый важный момент образование не будет иметь цены если вы не сможете строить правильные отношения в том месте где вы живете оно объясняется оно даже принесет может принести вред змея опасно рубах но если ее голову окрашена драгоценным камнем она еще опаснее становится если вы не можете строить отношения это не принесет пользу собственно образование это одна сторона но рубах нужно стать высоко образованным человеком он добавлял к этому еще высоко образованным также необходимы качества поэтому если у преданного есть эта тенденция к хорошим ващадовским отношениям он терпелив смирен почтителен серьезно относится к мантре и даже здесь какие-то недочеты и слабости это можно исправить легко но если при всех недочетах и слабостях у него нет способностей и тенденций к хорошим отношениям ему очень трудно помочь когда нужны годы десятки лет чтобы пренебрел просто смирение в обществе при этом это трудная задача в этом случае ну но десятки лет не так уж много собственно вечности но для одной жизни это может быть много поэтому настройтесь правильным образом ващнав по определению это тот кто ведет себя как ващнав вот так он определяется это этикет ващнава поведение его только по поведению вас будут оценивать не потому сколько вы знаете шло а именно по поведению оценка критерий будет владиться согласно вашим поведению есть ли у нас шанс получить милость господа читания учитывая историю о чвоте горидасе у нас нет такого шанса поэтому не принимайте заняться раньше времени и так чвот горидасе господ читание вот так сурово изгнал хотя история не заканчивается она же трансцендентная история чего-то горидас был при нем после оставления тела он принял форму небесного певца канхарва и никогда не разлучался господь читает то есть в любом случае все к лучшему но этот урок тяжелый и господь читание так сурово наказал харидаса младшего но когда увидел что жена одного преданного грехаски беременна он спросил это твоя жена да это моя жена она беременна очень хорошо сказал господь попытайтесь понять в чем суть нашего как бы положения правильного положения что такое правильная духовная позиция не в том что восстаняйся или грехаска а в том что должен быть честным человеком это правильная позиция должна Бхагава Гитти Кришна об этом говорит что тот человек который отрекается внешне от объектов чувственного наслаждения но думает о них это лицемер если принимаете саниасу и думаете о чувственных наслаждениях вы вообще никто даже не вошнав считаете вас даже вошнав считать нельзя просто лицемер просто обманщик лучше быть честным грехаской то есть позиция честности это пишет об этом также не в том дело в каком вашем а в том какую позицию занимаете по отношению к Богу и к людям и к себе как быть когда отношения складываются лучше с учениками другого духовного учителя что это значит стоит ли переживать по этому поводу это значит что нужно наладить отношения также с братьями Боги это все что значит складываются не складываются и что не предлагаете никаких к этому усилий или разума так сложилось ну что делать странный вопрос как однажды сказал Бхакти где-то с вами он говорил о преданных он сказал что я фактически я влюбляюсь в каждого с кем я встречаюсь в этой жизни не так что с этим не сложились отношения опытный ващнаф он со всеми должен строить отношения в Исконе это наша семья одна семья ваши ученики наши ученики те ученики чужие ученики не чужие ученики столько выдумок это хорошо что у вас складываются отношения с другими преданными но так же нужно чтобы складывать отношения с духовными братьями в чем проблема как стать инструментом на котором захотел бы играть господь читания кем стал роман андарай может быть вам удастся это когда-то если это желание искреннее все может быть может быть вы заговорите когда-нибудь таким образом запоете не знаю почему нет это возможно если это на самом деле искреннее желание со временем это может проявиться хромые горы переходят по милой Господа читая не так немые проповедуют как улучшить воспевание махамантры и всегда иметь вкус к воспеванию нет нет всегда вы не сможете иметь вкус к воспеванию нужно быть очень возвышенным преданным чтобы этот вкус был постоянным время от времени вкус будет приходить не постоянно не думайте так не ожидайте таких вещей если вы прислушаетесь к собственному сердцу вы всегда почувствуете вкус но в нашей деятельности очень заняты заняты материальной какой-то деятельностью много об этом думаю мы живем этим поэтому время от времени мы сможем чувствовать этот вкус глубине сердца вот сейчас успокойтесь пожалуйста просто успокойтесь не важно что вы сейчас слышали нравится не нравится просто тут вечер моя опора спешить никуда не надо успокойтесь а теперь прислушайтесь к этому покою внутри себя разве там нет вкуса вы сразу обнаружите это это всегда при вас но поскольку вы постоянно беспокоены чем-то вы не слышите не видите вот и все это наша природа поэтому говорится заимите это беспокойство служение кришне потому что вы не сможете успокоиться иногда только сможет служите кришне отдавайте эти беспокойства кришне и к вам будет приходить покой больше и больше глубину сердца даже в этой активной деятельности будете чувствовать все больше и больше углубляющийся покой шанти мир обретите этот мир но вам нужно отдать эти беспокойства это служение занятия без желания плодов потому что к беспокойству приводит именно желание плодов поэтому чтобы человек не делал он может оставаться равновешенным говорится в сознании кришне умиротворенным а этому нужно учиться на прошлых лекциях вы говорили говорили чтобы увидеть кришну необходимо захотеть как это сделать вы спешите вы же знаете как это сделать повторяйте Харе Кришну и все а где вы собираетесь его увидеть в каком месте куда вы будете смотреть когда будете повторять Харе Кришну мантру на картинку на божество куда не знаете куда нужно смотреть ну вот вы же знаете дай смотреть ищите ищите насколько важно продолжать изучать изучать исследовать Бхага Бхагавадгиду на одной из лекций вы говорили что нам предстоит раскрыть секреты Бхагавадгиды правильно ли я понимаю что знания Бхагавадгиды будет все больше и больше раскрываться в чем эти секреты да да все больше больше будет раскрываться если мы заняты преданным служением должным образом будет раскрываться все Бхагавадгиды это то что Кришна рассказала его слова и скажите пожалуйста а есть что то помимо Бхагавадгиды помимо того что Кришна рассказала что то еще существует в Бхагавадгиде и все вокруг Бхагавадгиды и внутри Бхагавадгиды и во всем Бхагавадгиды это Кришна но не спешите сейчас непосредственно к Кришне вы совершите много ошибок таким путем не торопитесь придет время что означает защита Кришны когда происходят трудные события он оставляет нам пережить то что поможет расти духовно нет трудные события это не что оно как аханкара через которую он проходит трудности во вне нет не существует на самом деле если нет аханкара то человек свободен поскольку не отождествляет себя ни с плохими не хорошими вещами он свободен это аханкара но аханкара это узел желаний недуховные материальные сплетены вместе узел или как ложное я называется аханкара по узелу крепкий тугой сложный узел желаний и эти желания они стягиваются силой духовной силой силой души стягиваются мы держим это материальное тело это существование это же эти желания материального существования наша сила это огромная духовная сила в этом заключена и оторвать это невозможно это нужно расслабить есть действие затягивающего этот узел есть действие распутывающего этот узел и трудность означает что нам нужно совершать действие распутывающего этот узел а не затягивающего трудность что мы затянули этот узел еще больше возникла трудность но вот человек хочет войти и не может, дверь закрыта бьется, бьется, устал уже голову себе чуть не разбил а дверь открывается в другую сторону говорится зачем так много усилий неправильные усилия но если вы совершаете даже незначительные усилия в служении Кришне вы добиваетесь большого результата но если даже очень значительные усилия не в служении Кришне просто набиваются большие шишки эти же усилия становятся нашими травмами то есть мы себя сами истязаем говорится, это карма бандана или ви карма против себя самого нужно просто знать в какую сторону дверь открывать туда или сюда вот и все и в гите говорится то есть эту деятельность совершай как жертвоприношение отдавай плоды так ты входишь в эту атмосферу освобождаешься распутывается твой узел нишкам карма освобождающая деятельность если ты не будешь совершать жертвоприношение вишну это деятельность карма бандана она путает тебя свяжет тебя очень и туго очень свяжет тебя и когда узел затягивается человек теряет разум говорится в Баговом виде созерцание привязанность вожделение гнев потеря память и разума говорится все потеряет разум но если это преданный то Кришна защищает Ахам Таван Сарабафеби он не теряет разум а Кришна дает ему разум в трудной ситуации так он говорит я не позволяю оставаться в невежестве преданным он тоже может совершать дурные поступки но он все равно будет занять преданным служением таким образом он остается самым потому что я даю ему свет знаний изнутри преданный даже проходя через ошибки обретает мудрость трансцендентную мудрость не просто это мирскую мудрость ошибок Кришна защищает наш разум есть разум повторяющий нас кругов служение выполняет то это отношения с Ваишнавами но в душе строить строить отношения с Ваишнавами но в душе в уме постоянная боль критика себя чувство неполноценности это не дает быть счастливым на духовной практике как быть терпите надо терпеть материальную природу титикшасу города все то с чем вы не можете работать преодолеть влиять нужно терпеть просто терпеть вот тут нужно терпеть есть ли у вас какой-нибудь проект которым вам нужна помощь учеников или мечта которой могут отсуществить ученики у меня проект никогда не было проектов никаких мой проект пробовать я не хочу чтобы просто вы добывали деньги на какой-то проект я хочу чтобы вы проповедовали если кто-то хочет может и деньги добывать конечно для какого-нибудь проекта не знаю для какого сами уж выбираете и почему дочери должен быть какой-то проект вот есть маяпурский проект например это в какой-то тоже мой проект есть искон это тоже и мой проект служите искону если вы сами уверите что нужна мне какая-то помощь сделайте если хотите вы даже сами видите своими глазами чем поддерживается вкус к спеванию мантры утренний подъем наверное рано просыпаетесь привыкаете к этому и вы только просыпаетесь сразу чувствуете вкус как только в душ идете сразу вкус чувствуете сюда же дом мантры правильно если вы не просыпаетесь то где же возьмете вкус как усилить связь с духовным учителем интересно как же будете усиливать интересно посмотреть как вы будете усиливать связь с духовным учителем как бегать по питанию надоедать что или готовить тонны просада на обед чтобы он все это съедал что же вы будете делать интересно чтобы связь это усилить хорошо это понятно это хорошее желание с одной стороны но возникает другой вопрос зачем вы хотите усилить связь с другим учителем вот это коренной момент на этом сосредоточьтесь зачем вы это хотите я сейчас не буду об этом говорить просто думайте об этом зачем вы хотите эту связь с другим для чего уже воспеваете воспеваете дальше если вы захотите приблизиться к гуру гуру вас и толкнет кришне вы побежите кришне кришна толкнет гуру помните шопанаку она крамачандрия а он ее к лакшману она к лакшману он ее к рамачандрия таки отношения такие отношения гуру не принимает учеников для себя принимает для кришны и так действует двое с двух сторон гуру должен показать кришну приблизить кришну ученика а кришна приближает к гуру вот таким образом происходит связь развития исходя из истории с чего-то следует что у преданного есть привязанность к противоположному полу то он может забыть о милости Господа читаний но мы это уже обсудили не принимайте саняту раньше времени в одной из лекций я слышал будто будто одну гуну природы не искоренить нельзя так как гуны гуны перетекают одна в другую что их нужно уничтожить сразу все возможно ли сразу убить все три гуны что за философия есть гуны аватары вы их тоже хотите убить? как вы это сделаете? это же невозможно не убивайте материальную природу вы должны победить свой ум очистить сердце от желания гуны тут ни при чем гуны вас не будут трогать касаться даже если сердце чистое а гуну не навредят более того в гуне благости нужно действовать оставаться в гуне благости пока мы в материальном мире мы должны убирать гуну благости не убивайте гуну благости хорошо? оставайтесь в гуне благости то есть по вопросам что видно это не зрелый вопрос что вы хотите трансцендентный уровень достичь сейчас? это наивно по всем вопросам видно что просто нетерпение ничего серьезного не спрашивайте убить гуны сразу же нужно и тут нужно сразу и тут у нас нет шанса как что-то говидаться прогресс духовный должен быть последовательным шаг за шагом постепенный вы не можете сразу с этой ступенью на которой находитесь сейчас сразу шагнуть к премии получить полную милость в господочитании сразу же для этого отмеряется жизнь многие из вас только начинают серьезную духовную практику то есть по вопросам это не очень зрелый вопрос если есть другая плоскость и говорить об этом вы должны быть счастливы уже сейчас то и милость в господочитании которое уже есть уже есть а ее много уже очень много вот что ожидается вот что такое зрелость зрелый преданный должен быть обеспокоен где према где то где все он же занят служением он уже умиротворен уже счастлив через 30 лет у вас может быть такое же служение как и сейчас но вы будете счастливы если правильно практиковать тогда почему же вы сейчас не счастливы если у вас такое же служение достаточно служить почему вы что-то так ждете еще не терпите потому что вы не можете стоять учесть на самом служение на плодах деятельности где же результат где же результат а результат это нет результат это само преданное служение мы его делаем и ждем какой-то еще результат должен Как Шилапрабхада представлял тхарму женщины в Айчнаве и как это применять в современных условиях? Различия нет в духовной жизни между мужчиной и женщиной. В духовном смысле нет различий. В материальном смысле есть различия тхармы, это известно. В духовном нет. Неважно, мужчина или женщина. Вашна увидит душу. А какие обязанности материальные, это второстепенно. Как справиться с тонким вожделением, с чего начать. вожделение сравнивается со слоном. Слон обладает гигантской силой. если слон идет на вас, вы не сможете восстановить. Такой пример. Если слон прямо идет на вас, вы ничего не сможете сделать. этот возбужденный бешеный слон, это вожделение. Иногда оно может переходить в таком виде, как бешеный слон. Просто идет, и вы не знаете, что делать. Потому что на вас идет, и вы не знаете, что делать. Это определенная реакция. То есть, мы сейчас говорим, что этот процесс неуправляемый. Когда слон пошел, вы уже не можете его управлять. Он сильнее. Ну, как вы оказались на его пути? Вопрос другой. Как предупредить? Есть ли указатели? Туда не ходи, там бешеный слон. Шастры являются таким указателем. Постепенно, если мы следуем всем настроениям должным образом, правильным образом, вожделение должно утихать. Крупа дает пример. У вас чешется какое-то место. Естественно, вы хотите его почесать. Но оно чешется сильнее. Вы сильнее расчесываете. Оно чешется сильнее. И вы раздираете его в кровь. Это пример с вожделением. И он спрашивает, а не лучше ли потерпеть этот зуд? И он начнет постепенно утихать сам. Но как только вы коснетесь этого места, почувствуйте зуд. Либо совершите какое-то оскорбление. Слон развернется и пойдет на вас. Чтобы человека сбить с истинного пути, слон вожделение может прийти. Если он заслужил такую реакцию своим поведением, может прийти беженое слово. Как результат каких-то аппарат, ошибок, грехов. Почему человек делает грехи? Кто знает? Только потому, что он это раньше делал. Это все. Поэтому он совершает грехи. Он раньше этим занимался. Из жизни в жизни этим занимался. Это стало его инстинктом, его природой. А что это за природа такая? Она основывается на Аханкаре. Аханкаравимудхатмакартахаматиманяте. Он думает, что он деятель. Он думает такую вещь. Вот пока он думает, что он деятель, благодеятель и прочее, пока он ставит в центре себя, а не Кришну, слон идет. Поэтому Господь читает и говорит, тринадцатопис, уничтожена, второписы, ишну нам, а не нам, а не на киртане, и суда. Если даже вы проводите хороший киртан, потом, если вы гордитесь, слон придет. Не для нашей гордости, не для нашей славы, мы киртан поем. Мы для славы Кришны это делаем. Вот это тонкая наука очень. Поэтому мы говорим, на это требуется жизнь, немалое время. Это целое искусство, это великое искусство сознания Кришны, деятельное сознание Кришны. Как прославлять Кришну? Это великое искусство. Это не шоу, не концерт. Преданное ничего не должно делать для своей славы. Тогда вожделение постепенно уйдет. Но это требуется время. В данном случае, никто от этого не требует, ни от кого. Просто воспевайте Харе Кришна, следуйте принципы, занимайтесь с уважением, помогайте имести Господочитание, и будьте счастливы, умиротворитесь. Вот это требуется сейчас. Вот ставьте себе эту задачу, шаг за шагом. Освоите этот момент. Станьте счастливыми. Общайтесь хорошо друг с другом. Помогайте друг другу. Вот о чем сейчас нужно думать. А вы хотите Кришну увидеть? Как возможно ли, как и возможно ли средоточиться на служении, если нет реализованного глубокого знания и понимания нашей философии? Если возможно, то как знания нужно приобретать? Почему? Вы же делаете это параллельно, вы занимаетесь служением, вы также получаете знания, читаете книги. Не так ли? Каждый день читаете книги? Парупа сказал, что если не будет читать книги, ну, просто все превратится в профанацию. Каждый день читаете книги, слушаете лекции, знания, каждый день получаем. Если из-за того, что много служения Махамантру, получается вычитывать поздно вечером, как относиться к такой сложившейся ситуации. Как к временной ситуации можно принять, но не к постоянной. Как развить истинное смирение и не вносить, не впасть в самоуничижение. Нам часто говорят, что мы никчемные, неудачливые души. Пропала радость в жизни. Да. Что не скажешь, обязательно будет проблема, верите. Нет, люди кальюги по своей природе такие. Но не уже дается особая милость, почему они неудачливые. Преодоление как раз очень удачливые люди. Мы так говорим, что мы оценили милоспородиспочитание и все. И иногда прабхупада говорила об этом, что все негодяи и мошенники. Иногда говорит, что все уже освобожденные. И то, и другое. Представьте, мы все негодяи и мошенники и мы уже все освобожденные. Как, вы расстроены, нет? Нет. Ну, должны быть, еще больше радоваться. Не так? Представьте, мы сидим в тюрьме пожизненной, а вдруг говорят, завтра амнистия. Ну что, жизнь не захотите? Наоборот, вы же обрадуетесь. На лекциях я слышала, что каждая личность панчататва отвечает за какое-то качество адвайта-чаря сострадания, газатхара, за смирение. Расскажите, пожалуйста, подробнее о каждом качестве и как правильно молиться, чтобы обрести эти качества. Это отдельная лекция должна быть на панчататве. В Аде Лилии описывается панчататва, изучаете. Это упрощенное некоторое представление панчатат в этих вопросах. Изучайте, читайте, читайте череда в ряду. Пять и поставь существует в Рековном Господа, они все выражены в панчататве пяти. Калавич Сиддхара, великий предан Господа, читаний, не был ни брамачари, ни грехасткой. Почему мы не можем практиковать подобно этому, подобно тому святому? Почему мы должны сделать выбор? Ашрама. Ну, станьте святым, тогда и все. А что, хорош в санясе быть? Все кормят. Свободны, подоходишь, дойдешь, работы нет. Давайте примем санясу все. Удобно же. Почему так мыслите? Почему завидуете, калавич Сиддхаре? Мы пытаемся понять сознание Кришны. Если нам примеры даются, что мы могли разобраться в сознание Кришны, а мы говорим, а вот он не был ни грехасткой, ни брамачарной, смотрите. О чем же вы думаете? Зачем вы так смотрите на калавич Сиддхаре? Как же вы научитесь сознанию Кришны? То есть вы смотрите на такого великого предного, но видите что-то другое. А как же вы видите Господь и Сиддхаре? Зачем вы подражаете кому-то из святых? Или хотите подражать кому-то из святых? Попытайтесь испознать себя. Странный вопрос. Что чувствуют ученики, когда духовный учитель им доволен? Когда гуру доволен, это временный момент. Не стоит этому доверять слишком. Как гуру может быть доволен учеником? Скажите, с чего, с какой стать? Что такое ученик сделал, чтобы он доволен? Ну, это единственное не исключение из правил. Природа гуру всегда обидит недостатки в ученике. Это природа духовного учителя. Всегда верить его несовершенство. Как родители смотрят на детей, точно так. Он доволен, конечно, даже. Но он сюда видит несовершенство ученика. И тем не менее, ученик сюда будет чувствовать счастье, когда он занят служением. Не прерывает свое служение. Это самый важный момент. Как говорится, есть, подучи звезды, вот они сделали свое дело и исчезли просто. И прерывал все служение. Это не то, что ожидается. Постоянно он ожидает свое служение. Гуру доволен, это термин очень глубокий. Гуру не пытается удовлетворить свои чувства. Чтобы удовлетворить гуру, нужно добраться до сердца. Это глубокое понятие, как гуру может быть доволен учеником. это тоже целый процесс отношений. Когда на самом деле ученик полностью посвящается его служению, только тогда гуру чувствует, что он спокоен из-за ученика. Общение с предами у меня грубое сердце, не хватает терпения. Это трудность, когда и как сердце размягчится постепенно. это один из этапов. То, что здесь написано, уже приятный чувствует это, понимает свой недостаток, уже работает над этим, спрашивает, пытается понять, как быть, как общаться. И у него возникает это стремление, желание изменить, что сердце очистить. И Кришна дает ему, посылает возможности, много возможностей будет, как это сделать. Главное не потерять эти возможности. Один ученик спросил, Гуру Махараджи, помогите мне предаться Кришне. Гуру ответил, Кришна даст тебе много возможностей предаться ему. Ты не должен упустить ни одной этой возможности, ни хотя бы одну возможность применить. На каждом шабу эти возможности будут. Но мы ждем чего-то другого, своего. обычно так. Ждем как бы удачи своей, то, что же мы хотим. А возможностей предаться всегда будет много. Если Господь Читания не простил чего-то предаться, то как он нас простит? Нет, нет, если до конца это все же рассказывать, Господь Читания принял его после смерти. Да? Нет, нет. Милост Господа Читания получил полный милост Господа Читания. Чего-то глядясь. Он чистился полностью. И преданные они размышляли, очень странное явление стало происходить. В присутствии Господа Читания они слышали голос, который его сопровождает, им казалось. Это прекрасное небесное пение удивительно окружало Господа Читания. И они между собой переговаривались так. А может быть Тахаридас чего-то сейчас поет для Господа Читания. Может быть он стал Гандхаровым. Они так переговаривались. Но Криснец Хариж Гасвами говорит, что так оно и было, и Господа Читания слышала пение. Никогда не рассталась с ним. То есть это Лила заканчивается вот таким моментом именно. Полную милость у Господа Читания. Мы же как правило рассказываем Лилу чего-то Харидасом до момента его ухода из жизни. Чтобы извлечь урок для себя. Что Господь Читания был строг в этих отношениях. Но неизменно был милости в тем немедленно. Есть ли форма Господа Читания в духовном мире? Конечно есть. Что значит получить милость Господа Читания и не нити нанды? Это означает воспевать и проповедовать как сумасшедшие и все. Только главное не имитировать, что это закончится сумасшедшим домом. То есть имитировать. Это на самом деле должна быть милость Господа Читания Читания. И конечно же еще говорится, что у такого преданного появляется полномочия делать людей преданными. Как правда из хиппи сделал хэппи. Вот это милость Господа Читания Читания. То есть преданное обретает эту способность Иногда говорят, что преданные должны быть счастливы, а иногда что совершенство это плакать по Кришне. Это одно и то же. Так плакать или смеяться? Это одно и то же. А в чем отличие критики от оскорблений? Иногда говорят, что если ты полностью не критикуешь кого-то смотрели и настоящее? Критика конструктивная, полезная критика себя. Оскорбление это критика можно сказать в качестве агрессивном, злобном, с неприязнью, без уважения, в невежестве. с целью показать свои хорошие качества, свое превосходство. Это все оскорбление. Если вы говорите правду человеку, это не является оскорблением. Но вы должны следить, в каком качестве говорите, что это может стать оскорбительным домом, например, это уже оскорбление. Вы говорите правду, но нужно следить, как вы это еще делаете. Оскорбление это определенное отношение к личности неправильное. Не то, что вы говорите правду, это оскорбление. Нет. Например, вы видите, что человек говорит какую-то плохую вещь. И думаете, что я ему скажу правду. Можете сразу ошибиться, сразу же, потому что если вы уважаете этого человека и заботитесь о нем, вы не будете спешить эту правду разглашать вокруг. Не так ли? Вы сначала лично с ним поговорите, чтобы никто не знал об этом. Если вы уважаете этого человека, не оскорбительно к нему относитесь. И скажите непосредственно ему в лицо эту правду и попытайтесь его исправить, помочь в этом отношении. Это не оскорбительно. Такова культура. Мы говорим правду. Но если увидели где-то что-то и пошли всем разглашать, говоря правду, это аппаратка. Цель не очернить человека, а помочь человеку. Тогда в правде есть смысл. а если это человеком, он небольшой человек, да, уже советуем и хочет слушать. Если это большой человек, то большая проблема может быть. Я согласен. Если он так себя ведет как большой человек. это другая проблема. Тогда мы идем к другому большому человеку, равный весовой категории тому, и тот пытается помочь. Это не будет разглашать? Не разглашаем, нет, нет, официально говорим какому-то старшему, который может повлиять. никогда не распространяйте дурные слухи или дурные новости против кого-то, прежде чем вы не сможете настроиться помочь этому человеку. Да? А где вот эта грань между настроением и антиконсультивной логики? Очень часто, когда кажется, что ты хочешь помочь человека, а потом человек не воспринимает это как консультивный логик. Не кажется, что ты действительно человеку потому что он не один. День что есть сын. Две возможности восприятия. Один воспринимает это так, а ты воспринимаешь это поведение. Где это если мы хотим давать наставления, то для этого нужна растущая квалификация особая. То есть не всегда это будет получаться, имею ввиду. Для каких-то случаев нужна большая квалификация. В каких-то случаях мы уже можем помогать. Других нужна большая квалификация. Мы должны также расти. То есть не означает, что мы можем помочь всем. Кому-то можем помочь, кому-то еще не можем помочь. Тогда это делают другие. Чтобы полюбить Кришну, надо полюбить Гуру. Так ли это? Нет, Гуру нужно служить. Любовь через служение в сознании Кришны. Мы любим всех ващнавов. Это не вожделение. Через гряда на служение мы обитаем любовь. Любовь к Гуру духовная это есть та любовь к Кришне. Верно. На каждой восхивании возникают какие-то мысли. Например, обиды на человека в прошлом. Почему это возникает, когда это отправится? Это просто картинки. В уме картотека. Там есть многие даже сейчас мы забыли. Они могут там храниться. И вот вы повторяете мантру, мантра, ум очищается, вы начинаете работать с умом, и вдруг карточка такая. Боже мой, даже не желал этого, не думал давно уже. Просто всплыла, она там есть где-то. Просто когда компьютер с ума сходит, там тоже всякие картинки. группа ноги. Мы же следуем наставлениям Шести Госвами. Все, что Пархупада пишет в книгах, относится к этому моменту. Если вы изучаете книги Шве Пархупады, вы следуете Шести Госвами. Пархупада их представитель. Все есть у нас. Не думайте, что чего-то нет. Все Пархупада отдал в своей книге. Что означает быть слугой слуги Кришны? В чем отличие от слуги Кришны? Слуга Кришны это высокое положение. Считается непосредственно слуга Кришны это очень-очень высокое положение. Пархупада себя не считал таковым. Он говорил, что я слуга Кришны, потом добавлял. Нет, на самом деле я не слуга, я слуга слуги. И так далее. И так же это означает слуга слуги, 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 многократно означает, что человек не чувствует себя достойным какого-то возвышенного служения, великого служения. Это его смирение. То есть он готов служить всем вачнавам любого уровня. Это означает. Это не искусственно, это его энтузиазм служения. Например, здесь на Джобиси. Один день я пришел, но мой переводчик что-то перепутал. И он не появился в этот день вообще. Что-то он подумал, но так случилось, что один день его не было. Я сижу без переводчика. Приходит Неранжин с вами. Говорит, а где переводчик кто-то? Ну, сегодня нет. Он говорит, ну, извини, я просто не все слова русские знаю. Я смеюсь, значит. Он садится в свое кресло, идет, говорит, домахарач. А где переводчик, говорит? Ну, сегодня нет. Он подходит Неранжин с вами, что-то говорит ему. Он говорит мне, садись рядом с ним. Он сейчас будет переводить. Неранжин ко мне ворач виноват. И говорит, я не знаю, что он думает. Я не все слова знаю по-русски. Я, конечно, постараюсь перевести все, что смогу, но я не все слова по-русски знаю, я не знаю, что он думает. Это настаивно называется слуга, слуги, слуги, слуги. Воспечатляет это? Да. Ну, вот так и делается. Первая спрашивает из Дальнего Востока, когда книжка будет ваша вторая посылаться после смерти? После смерти? Я не знаю еще. Кажется, собираются какие-то истории. Я ее не делаю, эту книгу непосредственно. Это делает, кажется, Матхорыч Андрика Омский. Она собирает новый материал для издания другой книги об уходах. Материал собирается, это я знаю. Вы говорите, что нужно терпеть трудности, но что делать, когда нет сил на это и где их взять? Означает, что вы не заняты при этом служением. неправильно заняты при этом служением. Например, когда вы спите, вы же забываете о проблемах. Я думал, крокодил какой-то там. если вы думаете только о своей проблеме, о себе, вам будет невыносимо терпеть эту жизнь. Если вы сосредоточены на себе, на своих проблемах, как-то с ума сойти можно. Переключите внимание на служение. Для этого нужно быть активно занят на служение. Научитесь читать книги прабхата, означает, что вы должны их читать, размышлять, когда читаете, погружаться туда. Научитесь готовить для Кришны, означает, что вы должны внимательно готовиться вкусом, с полным вниманием, с созаточением. И вы забудете проблему. Мантру также повторяется, с полным созаточением. Вы забудете проблему, постепенно вы забудете проблему. С опытом, даже не с большим опытом. Если это невыносимо, на самом деле становится в какой-то момент, ну, приезжайте в святую дхаму, здесь легче будет. Или идите к преданным общаться, в какие-то программы, личное общение, к наставнику идите, ну, делайте что-то. Не думайте о проблемах постоянно, иначе садете с ума. кто такой сумасшедший? К труду это проблема. Все. Это есть форма сумасшедшего, как бы тонкие проблемы. Почему отношения слуги господина самые сокровенные? В этом мире это тайна. Слуга и господин в этом мире эксплуатации тут нет ничего сокровенного. Слуга служит, потому что платят. Что тут сокровенного? И господин также платит, потому что ему служат. Вот и все. Но в духовном смысле это очень сокровенная вещь, потому что слуга служит даже когда ему не платят. А господин платит даже тогда, когда ему не служат. Это очень сокровенная причина, которая недоступна пониманию материалистов. В этом смысле. Как мы можем заботиться о нашей духовной семье, как правильно помочь тем, у кого сложности в духовной жизни или неправильное настроение, как лучше заботиться об учениках. Не шокируйтесь, когда видите у кого-то проблемы. Это первое. не менее важное условие. Если к вам приходят говорить о каких-то трудностях, умейте слушать до конца. Не шокируйтесь и умейте слушать. Вот и все. Вот что требуется. Чтобы община была здоровая. первая ошибка серьезная в том, что кто-то делает трудный поступок и все шокируются. воспреждение, шок, ажиотаж. Это проблема. И когда человек пытается что-то говорить, то его перебивают, его не слушают, выдают наставления, его критикуют. Что это? Это две вещи, два действия. Два действия означают, что человека выталкивают, отбрасывают, отказываются от этого. В эти моменты. Не шокируйтесь и умейте слушать. Калычек может совершить ошибку, и каждый может очиститься с праведем. так кажется время истекает наше. Все вопросы обсудили? Которые вы хотели? Ну что вам нужно делать? Пожалуйста, как выбрать наставить парк как выбрать наставника? С какого города? Наставника выбирайте постепенно. То есть я бы посоветовал, если вы выбираете какого-то преднаставника, принять это сначала с испытательным сроком, чтобы вы были убеждены, что эти отношения вас устраивают. чтобы наставник также убедился, что его отношения тоже устраивают. Это может быть срок месяц, два, три, даже полгода, сколько угодно. Но важно, чтобы вы были убеждены, что там есть отношения доверия и уважения. Если наставник неквалифицированный, допустим, достаточно, неопытный, скажем так, наставник, хороший, предан, но неопытный, то вы у него через какое-то время заметите недостатки, несомненно. Вы можете разочароваться. наставник может быть с самого города, где вы не спередиатр, где вы не работаете. Ну, если говорить об общении непосредственно, то, конечно, лучше так. Бывает по-разному сейчас есть онлайн и так далее. Понятно, что сейчас у нас есть такие возможности, но лучше в том месте, где вы живете, иметь наставника. Я об этом и говорю. Если возникает конфликт между подопечным и наставником, это же нужно прерывать сразу же, хотя бы на какое-то время. Это недопустимо, конфликт. Если вы видите, что между наставником и подопечным возникает конфликтная ситуация, это уже не наставник и не подопечный. Все, нужно остановиться. Какое-то время не общаться. Что спрятанное? У меня за день рождения не завтра, у меня же 18-го и соплужили. Завтра как будто бы день рождения, но не совсем. Да? Под проповедью что имеете ввиду? Ну, проповедь нести сознание отлично как-то привлекать много людей Можете общаться с людьми просто лично. Если будете проповедовать, придет квалификация. Проповедуйте тем людям, которых вы интересуете. Это может быть личные беседы, один-два человека уже общаетесь. любое служение трансцендентное, любое служение трансцендентное, но наше движение дух проповеди должно сохранить во всем. Поэтому это говорим. Есть предные, которые активно сами не проповедуют, но очень помогают тем, кто активно проповедует, допустим. Все, замечательно. Но если вы активно помогаете тому, кто проповедует, дух проповеди, вы принимаете все новое проповедует. Это вопрос настроения духа проповеди. Наставник может быть разной квалификации. Это не шик-шагуру еще, скажем, это другой уровень. Ну, как, может быть, это можно определить, как старший преданный, который вот есть большим опытом, так скажем. Мы не требуем от него высшей квалификации ващнава. Он просто помогает тем, что может. Мы благодарны за это. Но то любовь и доверие должны быть между подопечными. То есть наставник не должен злоупотреблять положением, эксплуатировать, скажем, или давить, или ссориться, или конфликтовать с подопечным. Хотя бы такой опыт должен иметь, чтобы не допускать такие вещи. И подопечный тоже не должен строить иллюзии относительно идеализировать, скажем, наставника. Просто как старший ващнав, который имеет свои тоже, может быть, сложности, но он имеет опыт помогать. Там также может быть оттенок дружеских отношений очень хорошо. Психологическая зависимость в еде. То есть, когда человек расстраивается, так я понимаю? Он заедает, это же устройство, да? Да. Но, в всяком случае, есть просад нужно? Какой бежит в ерунце? есть такие люди. Это характерно для женщин также. Когда они расстраиваются, некоторые начинают много есть. Так это успокаивает. Ну, можно киртан петь. Вообще, хороший киртан важен. Если вы будете каждый день петь 2-3 часа киртан хороший, у вас не будет таких проблем. Но это практически невозможно осуществить каждый день. Я понимаю. Но у нас недостаточно киртана. И к тому же мы очень подвержены расстройствам все с вами. Через чуру язвимы стали. Вот эта полнота сейчас появляется в западном мире. Очень полные люди именно по этой причине. Что они заедают, эти стрессы становятся такими полными. Это становится такой тенденцией устойчивой. Все больше таких людей появляется. уязвимы расстраиваются обижаются не знают как быть вообще все. Но мы же знаем если что-то берите мантру в руки заставьте себя повторять читать книги общаться выходите из положения учитесь этому. Представьте что вы в самолете прапад вам никто не поможет если вы в самолете только силами самого самолета еда вам не поможет достичь сознания Кришны просто. Постарайтесь представить что вы в самолете в этом временном теле и вы должны научиться принимать правильные решения применять наставления. Чайтан Чаракам в Антиагиде 2 главе 139 стихе еще правопадов комментарии говорит что для Лошнава это одно из самых важных качеств Саралата простота и там комментарии еще правопадов объясняют что мессмерное отношение это очень большой грех и с одним разницей с другом с другом с другом с другом крюч разошлись мнения где-то несколько лет назад он сказал что ты говоришь одно думаешь другое и делаешь еще третье и он ссылался на одного анастеритета Проповедникова в России то есть он говорит что статью это нормально смертное поведение как называется поведение лицемерное поведение а это век же лицемерие да это нормально но он проповедник что пишет что нормальное так а Шиллапад говорит что это большой крей и вот он сильный человек и ясеный человек проповедник проповедник распространяется как он понимает сознание кришна если у нас нужно пропозиции то есть он не собирается поступать и я тоже написан Шиллапад вот такая ситуация вот я думаю что милиция все на этом надо с остальными посмотреть на какое ситуацию действовать ну я понимаю но как победить веккали в этой лицемерии в этом вопрос да совместное воспевание постепенно эти вещи должны очиститься то есть посмотри внимательно есть такая тенденция к очищению если тенденция к очищению есть у этого человека кто имеет лицемерие ну сейчас все имеют какую-то лицемерие но тенденция к очищению есть значит можно принять если тенденции к очищению нет то скорее всего человек уйдет за что приятно по тенденции ориентируйся ну да это факт то есть все равно на этом может быть большие годы как этот промежуток все равно будет а в этот промежуток просто выполнять свое служение поддерживать нейтралитет скорее всего придется я думаю так если вы видите какие-то недостатки серьезного человека то нужно добавить нейтралитет да да терпеть придется терпеть в основном нужно тогда когда есть близкий контакт если у вас нет близкого контакта если больше нейтралитета не так уж нужно терпеть город маленький но ум у нас большой сердце большое шастры глубокие то есть как-то нужно отвлечься от этого я знаю что все это трудно я просто говорю но я понимаю это трудно все трудно терпеть трудно отстраняться от каких-то проблем мы должны научиться потому что этот мир я вам скажу по секрету на весь вот этот мир который мы живем он не изменится нам нужно в какой-то момент просто уйти отсюда мы же надеемся что что-то мы изменим но материальный мир всегда как где бы мы ни были материальный мир всегда будет место для печали скорби боли всегда для смерти всегда место остается